ОХРЕНЕТЬ, СКОЛЬКО ВАЗ ЗДЕСЬ, ВОТ ЭТО, ДА? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, спамером и щеберем, мы продолжим играть в игру по названию Macrafters 1.7.10 И как вы помните, профсерима остановились на том, что столкнулись с небольшой проблемой с The Fallen King'и, то есть в квесте. Дело в том, что нам надо было найти джунгли, которые просто не спавнятся на этой сборке. Но, как оказывается, после того, как я снял 42-ю часть и выложил её, мне в комментариях начали писать о том, что необязательно искать джунгли. То самое строение, которое мне нужно, может заспавниться даже в обычном лесу, следовательно, мы этот квест пройдём на 100%. Я не знаю, как долго мне придётся лететь, но, как вы понимаете, в любом случае через леса, то есть никакие рейки, пустыни, океаны мне не нужны. Ну и, в общем, я начинаю свой полёт, пожелайте мне удачи, я надеюсь, что это не займёт 5000 лет. Та-та-там, та-там, да, действительно, оказывается, этот квест можно выполнить даже несмотря на то, что у тебя не спавнятся никакие джунгли в этой сборке. Господи, это просто шикарно, ааа, привет, чуваки. Серьёзно, вы даже не представляете, как сильно рад я встретить этих аборигенов. Давай, Кексик, грызи его, красава. Так, ну а теперь пора взяться за дело. Смотрите, сколько они мне написали. В этот день всё моё, к оружию, убей плохого человека. Господи, да не плохой, я просто убью вас. Охренеть, сколько вас здесь, вот это да. Так, и что-то мне подсказывает, что моего дракона скоро убьют, поэтому надо срочно его отвезти. Эй, дракоша, иди за мной, 15 жизней, господи, господи, даже тебя скоро убьют. Ай, меня скоро убьют, чёрт подери, полетели. 7 жизней у дракона осталось. Охренеть, я чуть не потерял своего любимого Кексика. Так, ну всё, дракона я оставил, в принципе, там сидеть. И прямо сейчас давайте попробуем захватить эту территорию. Я не знаю, что нужно для выполнения этого квеста, но, насколько я понимаю, надо найти какого-то короля. Ого, я убил этого алмазника, и мне выпал фуллсет алмазной брони. Ну и ладно. Так, ладно, здравствуйте, я проник на вашу территорию. Что тут у вас? Может быть я зайду в какой-нибудь домик? Ого, господи, да тут прямо-таки реально строения какие-то. И в первом сундуке, который мне попался, мы нашли довольно-таки неплохие ресурсы. Вы только посмотрите, 3 ваха, 5 золотых орнаментов, я это обязательно возьму. Ааа, мы не можем взять, потому что это закрытый сундук, блин. Хорошо, мы пройдём чуть дальше, и вы только посмотрите, здесь портал в ад, какого чёрта? Вы открыли здание о джавках, what the hell, типа я выполнил квест? Ага, в этом сундуке у нас слеза гаста, подождите, я не понял, я выполнил квест или же всё-таки нет? Что-то мне подсказывает, что я всё-таки выполнил этот квест, следовательно, мы прямо сейчас снова идём к дракону и летим домой. Я надеюсь, что я выполнил. Кстати, если кому интересно, какое расстояние я пролетел на драконе, то вот лицезреть, и вот она деревня, из которой мы, в принципе, полетели, точнее, полетели мы отсюда, и летели, и летели, и летели, и летели, и в итоге долетели. Как вы видели, расстояние не из маленьких, и прямо сейчас мне придётся пролететь столько же, о, господи. Итак, поговорить с шаманом, вы путешествовали долгое время, и тёмное предназнаменование пришло в ваше отсутствие. Какие новости? Нашли ли вы короля? Я никогда не думал, что они могли бы найти что-то настолько невероятное и такое опасное. И почему царские войска напали на вас без причины? Майя не мирные люди, но такая агрессивность, это не нормально. И почему пустые тюрьмы в лагере? Я не знаю, что и думать, я смущен, ложка, я буду обращаться к богам ещё раз. Могу вам с полной уверенностью сказать, что это был бы самый сложный квест, если бы у меня не было никакой подготовки. Но так как у меня была ангельская броня и, в принципе, халитовый клинок, то всё нормально. И в итоге следующий квест называется «Новые жертвы». Давайте прочитаем. О, нет, они пошли спать, ну куда вы, я только хотел взять квести. Хорошо, попробуем ещё раз «Новые жертвы». Лол-ложка, я сделал много жертв, но так и без ответа богов. Они больше не будут принимать мои предложения. Их жадность без границ, и они всегда требуют больше, прежде чем предоставить мне помощь. Нам нужно что-то новое, чтобы предложить им. Редкая жертва, которая требует силы и храбрости, чтобы собраться. Ты поможешь мне снова? Видно то, что немного корявый перевод, но в любом случае всё понятно. Принимаем. Мне кажется, я знаю, что удовлетворит их. Вы нашли вещь рядом с этими проклятыми воротами. Я чувствую, это исходит от могущего существа. Это будет жертва, которая заставит отвечать богов. Не могли бы вы принести мне немного кристалла слёз? Ааа, то есть они хотят, чтобы я сходил в ад и убил Гаста. Да и без проблем, господи, да у меня же Апалачия есть. Пока что это, наверное, самый лёгкий квест, который мы встречали в The Fallen King. И наконец-то, потому что мне уже надоело всякие проблемы решать. То мод не работает, то русификатора нет, то конфликтуют другие моды. Вообще, задрало всё это уже решать, и наконец-то нужно просто сходить в ад. А я уже вижу нашу первую и единственную цель. Гаст, привет и пока. Ага, выпала всего лишь одна слеза, но я всё равно надеюсь, что этого будет достаточно. И теперь-то точно возвращаемся к моей. Хэй, чувак, я принёс тебе слезу Гаста, привет. А, что? Тут нужно ещё три штуки. О, божечки, кошечки, неужели снова придётся идти в ад? Ненавижу. Итак, я встретил свою следующую цель. Здравствуйте, до свидания, надеюсь, лавы нету. Замечательно. И в итоге у меня уже две слезы. Осталось добыть ещё где-то третью и четвёртую. Но Гасты попадаются так редко, что прям жесть. Я вам сейчас серьёзно говорю, вот где-то здесь находится портал. Я уже вот столько пролетел и нашёл только одного второго Гаста. Это капец. Так, я убил ещё одного Гаста. И мне выпало сразу три, три слезы Гаста. О, господи, идеально, божественно. Всё, пора возвращаться к Майе, наконец-то. Я просто ненавижу ад, прям всем сердцем. Ну и что ты, шаман, скажешь? Удалось ли вам найти существ, которые производят эти слёзы? Не могли бы вы пожертвовать их в достаточном количестве? Слёзы производят существа из дыхания и огня, и вам удалось удержать над ними победу? Лолошка, вы тоже не тот, кем кажетесь. И ты не из Шибальбу? Я буду просить богов жертвуя эти слёзы. Приходите ко мне позже. Всего я точно знаю в The Fallen King 10 квестов. Давайте посчитаем, сколько мы уже выполнили. Мы дали броню, нашли поселение Шибальбу, и прямо сейчас принесли слёзы. Получается, мы выполнили три квеста. Ну, я скажу, неплохо. Я могу сказать только то, что в The Fallen King действительно очень сложные квесты. Хотя бы вот найти этот квест уже целая проблема. О, я нашёл. Квест называется «Опсидиановая пирамида». Итак, что же ты мне скажешь? Боги посылают мне яркие предзнаменования. Лолошка. Образы массивных пирамид Майя из обсидиана на самом верху. Это может быть только одно место. Кибан Мул. Памятник, построенный давным-давно, где были проведены бесконечные жертвы, прежде чем он был заброшен. Я не знаю, где находится эта пирамида, но это было в самом сердце леса. Направляйся туда, а я в это время буду приносить жертву богам. Но я же не дурак, чтобы заниматься квестами целую серию. Пора взять отдых. Два квеста за одну серию, по-моему, уже многовато. Обычно я выполнял по одному. Итак, дракон, тебя пора отвезти домой. А то ты тут уже, бедненький, засиделся, действительно. Прямо сейчас я буду проводить эксперимент, до которого, наверное, многие бы даже и не додумались. Но так как я псих, я все-таки это буду делать. Дело в том, что прямо сейчас я собираюсь провести эффект зелья силы в мир везде. То есть, действительно, мне очень интересно, будет ли действовать эффект, если я выпью зелье силы здесь, и потом перейду в мир везде. То есть, в мир кошмаров. Что мне для всего этого понадобится? Как вы, наверное, понимаете, для начала бутылек с водой. Ну, а во-вторых, нам ничего больше не понадобится, потому что, оказывается, зелье силы у меня уже было. Но так как у меня зелье силы сейчас на 3 минуты, я хочу его переделать в зелье силы на 8 минут. И мне для этого понадобится всего лишь жалкая красная пыль. Да без проблем. Берем нашу варочную стойку, суем сюда зелье силы и суем сюда красную пыль. И, по идее, через несколько секунд, минут или хрен знает сколько времени, здесь появится зелье силы на 8 минут. Раз, два, три. Ау-ля-ля, сила на 8 минут. Замечательно. Ну, а теперь с этой силушкой, я надеюсь, я пройду в мир везде. Пожалуйста, жалься бог Майнкрафта. Ну, что ж, попытаемся. Дубль первый. Поехали, выпиваем зелье силы. Да, она у меня на 8 минут. Просыпаемся в мире кошмаров. Я не могу этого сделать, потому что факел стоит. Просыпаемся в мире кошмаров. И что же мы видим? Сила на 8 минут. Да, это работает, черт подери. Честное слово, я ни в каких интернетах не искал информацию по этому поводу. Я просто спонтанно сейчас все это дело придумал. Ну, и давайте сэкономим время. Мы прямо сейчас берем и телепортируемся на 4 этаж этого мира. И я надеюсь, что я сразу там встречу какого-нибудь супер-пупер чувачка. Так, почему здесь так темно. Вот, теперь более-менее светло. И я надеюсь, что с помощью нашей силы я выбью оооочень много жемчуга. Мне нужен желтый жемчуг, красный жемчуг и лучше всего фиолетовый. Да, но вот что-то я бегаю, бегаю, бегаю и никаких монстров пока что не встречаю. Очень странно. Внимание, внимание, я наконец-то встретил этих писклявок. Наконец-то я их увижу в полный рост. Вот они, смотрите, стреляют в меня. И, о боже мой, это извилистая какая-то хреновина. О боже мой, какая ты громадная. Я никогда бы не поверил, что такая громадина может так пискляво пищать. Хорошо, я надеюсь, я тебя смогу убить. Ты вроде как не особо опасный, потому что ты даже попасть не можешь. И я убил её, чёрт подери. Это было совсем просто. В итоге мне выпал сверкающий жемчуг. Круто. По-моему, это самый лёгкий монстр, с которого выпадает сверкающий жемчуг. Действительно, я буду убивать теперь этих писклявок всегда. Так, подождите, а кто в меня стреляет? Алё, привет, приветусики. Кто стреляет? Понятно. Ну что ж, дамы и господа, я наконец-то нашёл что-то интересненькое. Смотрите, здесь какая-то база каких-то хрен знает кого. О, непонятный блок, на котором пока что ничего нельзя делать, потому что это, оказывается, блок, который просто можно разрушить. Это обычная лампа, вау. Под этими блоками, я так понимаю, тоже ничего не будет, вау. И сама по себе база ничего из себя не представляет, вау. Это же лучшая находка, чёрт подери. Вот, кстати, мне интересно, как же я могу использовать этот блестящий шаблон. Просто мне действительно хочется уже как можно быстрее создать здесь грёбаную одежду. Ну, то есть броню. Ага, я нашёл свой второй сверкающий жемчуг. Так вы только посмотрите, летающая хреновина снова эта пищит и пищит. Кстати, я вот так в неё стреляю-стреляю, а сколько у меня стрел-то осталось? Мне нужны стрелы пардемала, а стрел пардемала у меня осталось всего лишь две штуки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Получается, мне сейчас нужно два раза в неё попасть, не потратив ни одной стрелы напрасно. Хорошо, я смогу. Раз, два, три! Эээ, я промазал. Хорошо, у меня есть вторая попытка. Раз, два, три! Ээээ, понятненько. Блин, мне срочно нужен голод, я хочу у него стрелы купить. Чё делать, чё делать, где голод? Вот серьёзно, какого хрена этот голос спавнится только на первом уровне? Это же не честно. Вот я сейчас встретил ещё одну писклявку, а я её убить в итоге не могу, потому что у меня тупо стрел нету. Так, а это может быть интересным. Вы только посмотрите, эта писклявка охраняла какое-то непонятное строение. И оно довольно-таки большое. Мы можем под этим строением пролезть. И что тут у нас? Опа-па-па-па-па-па. Мне не особо нравится этот блок, но давайте всё равно на него нажмём. Господи, да хватит пищать! Я громко сделал практически на минимум, а они всё равно пищат. Так, этот блок мне не особо нравится, то есть я его как бы рушу, рушу, но ничего не появляется. Окей, понятно. Я попытался также на него, конечно, правая кнопка мыши нажать, но тоже ничего не произошло. И вообще это здание ничего из себя не представляет, я так понимаю. Вау, да это же снова ненужные здания. Как долго я вас искал, урааа! Ой, оказывается, здесь блоки не рушатся, вы только посмотрите, то есть я недаром прокопал. Вот это я мастер подкопа, не правда ли? Кстати, если так посмотреть, то здание немножечко продолжается дальше. И может быть даже здесь есть какая-то другая комната. Хотя здесь нету блоков, которые я бы смог сломать. Ооо, чёрт! Ну и ладно, зато я снова нашёл ещё одно какое-то строение. И, о боже мой, это снова ненужное строение, которое ничего из себя не представляет. Уу-ху-ху! Как же я обожаю всю эту фигню, пойду-ка я отсюда. Ну что ж, давайте всё-таки примем благословление от этого японца, который он хотел нам дать ещё в прошлой части, но так как я немного отказался, я сделаю это сейчас. Вы настолько послужили поселению японцу, что его люди готовы признать вас лидером. Я могу сделать это официально и позволить вам основать собственное поселение. Я официально признаю вас достойным вести наш народ ебонцы, теперь вы можете основать своё поселение. О, господи, и всё, что ли? Вот я на самом деле здесь стою, стою уже несколько минут, да, и жду, пока у них появится хотя бы одна бумажная стена. Смотрите, 64 из 68. Просто камень уже есть, ровный каркас уже есть, шерсть я легко могу им дать. Всё, что осталось, это ровно 4 бумажной стены. И тогда они мне построят большой дом, то есть мой собственный отель. В гугле я узнал то, что эта бумажная стена создаётся не абы как, а из бумаги, чёрт подери, но не из обычной бумаги, а из рисовой бумаги. И для всего этого им понадобится 4 риса, но вы только посмотрите, у них сейчас 13 риса, но они всё равно ничего не создают, какого чёрта? Алё, вы сами-то не понимаете то, что вам нужно 4 бумажной стены? Алё, 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 хрен ли ты на меня смотришь? Офигеть, не встать, я оказывается здесь не заметил ещё одной приписки, 3 прочих ресурса требуются. Им ещё, оказывается, понадобится 129 булыжника, 43 дуба и 242 сосны! О, господи, как я эту сосну ненавижу! Благо, эту самую сосну я посадил когда-то давным-давно рядом с японцами, и мне получается даже идти никуда не надо. Идеально! Из всего этого леса осталось всего лишь последнее маленькое деревце. Давайте мы его срубим и посмотрим, сколько в итоге у меня сосен. 114 брёвен. В принципе, более-менее нужное количество, но всё равно нужно будет ещё дорубить. Около 50 сосен осталось добыть, и знаете что? Я им пока что это всё поставлять не буду до тех пор, пока здесь не появится бумажная стена. А бумажная стена либо здесь не появится, либо я им сам всё это дело продам. Но вы, наверное, сейчас спросите, а где я достану бумажную стену, если она не крафтится? Всё очень просто! Я прямо сейчас создам себе новое поселение японцев. Да, я знаю то, что я опять же псих, ноооо мне нужны эти бумажные стены. В общем, палочку я уже нашёл, и прямо сейчас мне нужно всего лишь взять себе золотой блок, для того, чтобы создать себе деревню японцев. И пока я всё это делаю, я не забуду, конечно же, попросить вас, пожалуйста, поставить лайк. Я действительно надеюсь, что вы не забудете это сделать, потому что благодаря вашим лайкам действительно появляется мотивация снимать и выкладывать серии намного чаще и быстрее. И у меня нету золота круто. Зато я точно знаю то, что полным-полно этого золота у аборигенов. Привет, чуваки, снова! Я надеюсь, что у вас это золото никуда не пропало. Мы прямо сейчас просто берём, разрушаем эти сундуки и ничего не выпадает. Ну, блин... Нет, серьёзно, я думал, что из закрытых сундуков что-нибудь да выпадает, но оказывается ничего, блин! Ну, получается, придётся искать очень много циклопов, потому что 9 кусков золота это вам не шутки. А вот и наше ходячее золото, которое убивается всего лишь с одного удара. Сколько выпало? А, серьёзно, с первого циклопа ничего не выпало? Окей, со второго чё-то выпало, и с третьего выпало 8 кусков за 2 циклопа! Замечательно, всего лишь одна штучка осталась. Ну что же, я наконец готов создавать себе новую деревню. Прямо сейчас что мы делаем? Мы ставим себе верстак, создаём золотой блок и, в принципе, деревня наша. Если честно, то я уже и не помню, какая вот эта вот деревня японцев, но, если что, мы выберем какую-нибудь другую, если я всё-таки вспомню. Смотрите-ка, на этот раз здесь целая страница японцев и только здесь написано Controlled. То есть, по идее, именно этой деревней мы сможем управлять. Давайте попробуем. Итак, я нажал на эту надпись и мне написало о том, что у меня нету 9 табличек и 20 сундуков. О, господи, всё настолько сложно. Ну ладно, тогда давайте пока что создадим какую-нибудь другую рандомную японскую деревню. Например, это будет вот эта. Всем привет, дорогие друзья! И что-то мне подсказывает, что это абсолютно та же деревня, которая у меня была. Она просто один в один. Тут даже жители точно такие же. Да, уж, походу, я действительно создал две одинаковые деревни. Ну и ладно. Пока что бумажных стен у них нету, по той причине, что у них нету никакого ремесленника. Ну ладно, потом как-нибудь создадим. А пока что я, наверное, всё-таки заканчиваю на этом серию. На самом деле, как-то на эту серию у меня ушло чуть больше времени, чем обычно я снимаю другие серии. Наверное, вы даже этого не заметите, потому что я буду монтировать это так, то что получится, как обычная серия. Но поверьте мне, на эту серию я действительно угрохал как-то поболее времени. Ну, в общем, в любом случае заканчиваю. И я надеюсь, что серия вам понравилась. Наконец-то мы со спокойной душой можем выполнять The Fallen King, потому что все баги убрались. И, конечно же, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк по за друзей. А с вами был Лоложка и другие японцы. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok